женщина-прорицательница рептилоид по имени лассерта находилась на нашей планете земля и удивляла людей и рептилоидов своими пророчествами ее пророчества касались будущего нашей планеты например пророчества о падении крупного астероида и предстоящих трудностях людей среди ее пророчеств также было одно о частичном переселении людей на марс также она рассказывала что у сатурна есть спутник который называется энцелад энцелад покрыт льдом но под толстой корой льда находится вода в которой есть жизнь спутник юпитера европа имеет аналогичное строение под толщей льда находится вода в которой есть жизнь также она критиковала образ жизни современного человека и сказала что если это будет продолжаться дальше то человек деградирует в животное на первом месте стоял грех чревоугодия которым больно все человечество все свои пророчества ласерта говорила в стихах на чистом немецком языке так как дело происходило в германии она знала много языков и выучить какой-нибудь новый язык для нее не представляла никакой сложности она собрала тайную группу людей и рептилоидов своих поклонников и приверженцев которые любили и уважали ее люди были из разных классов человеческого общества богатые и бедные молодые и пожилые женщины и мужчины среди ее страстных почитателей был один подросток по имени ханс он беззаветно влюбился в необычную женщину и мечтал и хотел чтобы она ответила ему взаимностью люди в благодарность за ее блистательные пророчества дарили ей разные подарки богатые люди могли позволить себе дорогие подарки например украшение из золота бедные люди делали более скромные подарки но что мог подарить подросток у которого нету денег и тогда ханс задумал вот что он знал что рептилоиды любит мясо и рыбу и он не нашел другого выхода как только воровать рыбные и мясные консервы которые подороже в продовольственных магазинах ласерта знала какой ценой ему достаются эти подарки она все подарки принимала с благодарностью подарки от богатых людей украшение из золота она тоже принимала хотя украшение ее не радовали но принимала подарки чтобы не обидеть людей она была равнодушна к ценностям материального мира так как душой она жила в возвышенным тонком духовном мире и оттуда она брала свои пророчества а что касается ханса и его увлечение воровать то для него обернулась это не совсем хорошо один раз его словили на воровстве и сделали хоус фирбот то есть запрет на вход в магазин и назначили большой денежный штраф но он продолжал воровать в других магазинах все делал лишь для того чтобы угодить своей возлюбленной он очень радовался когда видел как ласерта с благодарностью принимает его подарки и один раз ханс попросил ее о том чтобы поговорить с ней без свидетелей наедине ласерта согласилась на это и оставшись с ней наедине ханс сказал что очень любит ее и она разрешила чтобы он дотронулся до ее тела и поцеловал ее ханс ощутил необычное чувство когда дотронулся к ее рептильной коже немного похожий на кожу молодого крокодила он также рассказал ей о своих проблемах что у него уже три больших денежных штрафа за воровство и что его хотят посадить в тюрьму для сложных подростков ласерта ответила что ее срок пребывания на планете земля скоро подойдет к концу и она отправится на свою родину планету рептилоидов и сказала что если ханс обладает смелостью и решительностью то может вместе с ней отправиться на планету икс и там его никто не застанет с нелепыми штрафами за воровство но все же оказавшись на планете рептилоидов ему надо прекратить воровать так как на планете икс более суровые наказания за воровство чем на земле она сказала что первое время будет опекать его пока он не привыкнет к жизни на новой планете ханс с радостью согласился и сказал что он не будет особо печалиться покидая свою родную планету но он все же хотел не просто опекунство со стороны женщины рептилоида он хотел с ней регулярно заниматься любовью ласерта сказала что подумает и посмотрит на поведение ханса еще раз настоятельно попросила чтобы он перестал воровать даже ради ее и вот настал заветный день прощания с планеты земля ханс собрал небольшую сумочку со своими вещами самыми ценными для него они он и ласерта стояли в безлюдном месте на поле когда приблизился летательный аппарат в форме тарелки из него выдвинулась небольшая лесенка и ханс вместе со своей возлюбленной зашли на борт этого корабля это оказался маленький корабль который должен был доставить их на очень большой межзвездный корабль ханс познакомился с новыми личностями рептилоидами а также людьми которые как и он захотели покинуть планету земля если вам понравилось это видео не забывайте ставить лайки это меня хорошо поддерживает а 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